На первый взгляд невзрачные осколки камней – обугленные и засохшие предметы непонятного происхождения. Обычный человек и внимания бы на это не обратил. И лишь настоящий ученый-археолог может распознать в них исторические бесценные артефакты. Александр Лазукин мимо таких находок точно не пройдет. Археология я болел с детства. Я ездил в археологические экспедиции, еще будучи школьником. Я принимал участие в научных исследованиях, в основном на территории Крыма, в южных регионах. Но в целом археология мне очень нравилась и особенно интересовала меня археология родного края. Родился в Одинцовском округе, в горках десятых школа, армия, работа, учеба – все как у всех, скромно рассказывает Александр. Просто однажды не упустил возможность, ушел из бизнеса и решил посвятить жизнь любимому делу – музейной археологии и науке. Я музейный археолог. И здесь, собственно говоря, я отличаюсь от своих коллег тем, что у меня есть прекрасная возможность не только искать и, скажем так, добывать, в кавычках, археологический материал, но и следить за их дальнейшей судьбой, то есть реставрировать, проводить научную обработку, экспонировать. Его знания о Великой Отечественной, об истории нашего края просто бесценны. Своей любимой темой называет славяно-русскую и финно-угорскую археологию. Самой большой находкой стало открытие под его руководством поселения эпохи Бронзового века на территории нашего округа. Своими знаниями и опытом он с увлечением делится с посетителями Одинцовского историко-краеведческого музея. Конечно же, центральным экспонатом является вот эта кость мамонта, которая была найдена тоже в районе Горок-десятых, на пляжу, в далеком 1979 году. Она состояла из нескольких фрагментов. Это не просто кость какая-то, это была конечность, нога. Проводит экскурсии, лекции, продолжает исследовательскую работу. Мечтает о популяризации археологии, чтобы сделать ее доступной и интересной для каждого. Делиться знаниями легко, рассказывать о сложном, простым языком и уметь поднять настроение – его главные качества, говорят коллеги. В его юбилейный день ему желают еще долгих лет совместной работы. Александр Викторович, мы с удовольствием желаем вам здоровья. Мы желаем вам новых открытий, новых проектов. Мы желаем вам, чтобы вы работали у нас очень долго и ваш бесценный опыт был основой нашей научной деятельности. Съемочная группа ОТВ присоединяется к поздравлениям и ждет от Александра Викторовича новых интересных историй для наших телезрителей в программе «Про округ». Полина Бахова, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.